Синий дебош. Пьяный бобруйчанин угнал автомобиль в Осиповичах. Что употребляли? Чью машину? Отдолжил буреводитель. Работник на вес золота. Могилевчанин притворялся ремонтником и разводил горожан на деньги. Сколько выручал специалист? Получил наличными 10 тысяч бюроорских рублей. Мясник вне закона. Мужчина забрал погибшее животное и разделал. Установлено совпадение изъятого на обочине следа. Что обнаружили правоохранители у фигуранта дома? Это сирена, громкие ЧП за неделю и страшная правда из жизни города. Мы уложимся ровно в 5 минут. Засекайте. Большие деньги в Могилеве пресекли нелегальный бизнес перевозчиков. Внимание оперативников привлекло частное семейное предприятие. Оно осуществляло перевозки по маршруту Быхов-Могилев-Минск. Как выяснилось, последние три года руководитель давал указания о невыдаче билетов пассажирам. Так скрывалась выручка. Таким образом, от налогообложения умышленно сокрыта выручка в размере более 1 миллиона 700 тысяч рублей. Теперь руководству организации придется оплатить в бюджет налог почти 900 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Эффект бурной деятельности. Лжестроитель изображал специалиста по ремонту и обманом получал деньги. В милицию обратилась жительница агрогородка Буйничья. По словам потерпевшей, она планировала обновить ремонт в квартире и нашла специалиста через интернет. Мужчина предложил подписать договор, после чего получил 10 тысяч рублей предоплаты наличными. Мошенник начал имитировать рабочий процесс, однако позже стал приходить все реже, а потом и вовсе пропал и перестал отвечать на звонки. Им оказался 34-летний, ранее судимый за аналогичное преступление, житель райцентра. Правоохранители выяснили, что подозреваемый оставил без денег и ремонта еще несколько человек. Возбуждено уголовное дело. Находка на срок. Мужчина незаконно разделал мертвое дикое животное. Житель Мстиславля подозревается в незаконном перемещении разделки мертвого дикого животного. По результатам расследования любитель дичи обнаружил почившую косулю и, не имея надлежащих документов по транспортировке, перевез тушу к себе домой. В тот же день в гости к фигуранту нагрянули правоохранители, где и нашли отдельные части зверя. Расследование уголовного дела продолжается. В ходе осмотра места происшествия специалист Государственного комитета судебных экспертиз изъял след транспортного средства, по которому проведена судебная-тососологическая экспертиза. По ее результатам установлено совпадение изъятого на обочине следа с рисунком протектора шин-колес на задней оси указанного автомобиля по общим признакам. Накатался от души. Бобруйчанин под градусом угнал автомобиль в Осиповичах. Сотрудникам ГАИ поступила информация о застрявшем в снегу авто. По словам очевидцев, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Спустя пару минут наряд ДПС остановил машину, за рулем которого сидел угонщик. Выяснилось, ключи от транспортного средства он забрал у ранее неизвестного собутыльника. Что употребляли? Сколько когда? Короче, сейчас назад. Пару часов назад. Знаете, что управлять нельзя? Смертельный градус. Пьяный водитель сбил пешехода и уехал. В Быховском районе обнаружено тело 69-летнего мужчины с признаками наезда. Неизвестный не принял никаких мер по оказанию помощи и скрылся. Пенсионер не выжил. Чтобы отвести от себя подозрения, преступник отогнал автомобиль со следами происшествия в лесной массив. Поджег, а позже сообщил об угоне. В ходе проведения судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть пешехода наступила от сочетанной тупой травмы головы, туловища и конечностей, проявившейся множественными переломами костей скелета и повреждениями внутренних органов. Это была Сирена, ну а больше новостей ищите на нашем канале в Ютубе и соцсетях. Я Кристина Рьянс. Увидимся через неделю.